Уважаемые коллеги, в одном из докладов сегодня прозвучало, что мета-анализ первых работ с использованием длинных клеток не оправдал наши ожидания. Ну, в этой фразе ключевое слово первых. В настоящее время технология с использованием длинных клеток, она еще не цвета в бронзу. Она меняется, разрабатывается, в каждой лаборатории есть свои нюансы, то есть это технология, которая только развивается. И как бы еще не вечер делать выводы, значит, мы, когда начали разрабатывать эту технологию, исходили из того, что процесс подавления иммуноответа происходит на разных стадиях. И чтобы разработать технологию, мы постарались весь процесс формирования противоопухолевого иммуноответа перенести в пробирку. Потому что, ну, дали мы антидент длинным клеткам, но он может нарушаться в его презентации, может нарушаться реализация в ТС-1 ответ. Поэтому, вот, суть технологии, которую мы разрабатывали для разных нозологий, это максимально перенести формирование противоопухолевого иммуноответа в пробирку, в культуру. Значит, мы исследовали несколько нозологий, использовали разный антидент. Это были рекомендантные бюлти, это были РНК, это были лизаты, это были ДНК-конструкции. Использовались клетки крови, из которых с помощью грузсотат, макрофакт, очень многое факт, очень многое факт, очень многое факт, получались незрелые дезодеклетки. После этого им давался антидент, и после обработки их антидентом добавлялся зазревая система, и после этого дезодеклетки, зазревые, культивировали с АМНК, в которых находятся на этой клетке, в присутствии интертина 12-18, которые признавали иммуноответствие в сторону ТС-1. И на выходе мы всегда смотрели, что мы получили. То есть, в принципе, это очень важно, что мы процедуру сделали, и что на выходе. На выходе мы брали клетки и смотрели, как они в цитотистном тесте убивают опухоли клетки. Таким образом мы могли последить, насколько наша технология сформировала одинненспецистический иммуноответ, эффективен он, неэффективен. Ну и во всех экспериментах, соответственно, мы проводили оценку интерферона гаммы, интерферона 4-го, а также перфорина граммзинового пути. Во всех мы получили стимуляцию, и в своем докладе я эти данные по активации граммзина и перфорина, увеличению продукции гаммодерферона и невлияния на 4-й, ну, буду опускать. Первая технология, которую мы исследовали, это был колоритальный рак и рак яичника. Первый столбик показывает, какая была исходность и токсичность. Для больных колоритальным раком это было 10%, для рака яичника это было 18%. После обучения в культуре нашей манкарной клетки при клавитарном раке убивали до 70% аутологичных опухолеклеток, при раке яичника до 63%. Следующие две нозологии, это были рак молочной железы и немецкоплечный рак легкого. В качестве динам, как я говорил, мы использовали лизат опухолеклеток и РНК опухолеклеток. Ну, данные по РНК предъявлены только для немецкоплечного рака легкого. Здесь также получилось, что если исходность и токсичность при раке молочной железы была 20%, то после процесса обучения они убивали до 60% аутологического опухолеклеток. При немецкоплечном раке легкого исходность и токсичность была 5%, после обучения она возросла до 23%. Кроме использования лизата и РНК, мы решили попробовать использовать ДНК-конструкции. В первом эксперименте мы взяли полноразмерный ДНН, HR2-нео, и его эпитопы. Так как этот ДНН, в нем присутствуют иммуностимулирующие эпитопы и иммуностепрессивные, мы хотели сравнить, как действует полноразмерный ДНН и как действуют отдельные эпитопы. Ну и как видно из таблицы, в качестве тест-системы мы использовали культуру MCF7, аденокарстономы. Ну и как видно из слайда, когда используется полноразмерный ДНН, мы не получили увеличения сайтоксичности. Когда использовали эпитопы этого антигена, мы получили достоверное повышение сайтоксичности. Ну, на слайде можно представить, что вот опыт сценин антиген, в нем есть разные эпитопы, часть из них они никак не влияют на иммуноответ, часть могут стимулировать, быть иммуноденными, а часть являются иммуностепрессивными. С помощью анализа литературных данных, а также компьютерного моделирования, можно прочитать, какие эпитопы будут наиболее эффективно стимулировать ТХ1 иммуноответ. Они, соответственно, убираются, и с помощью них строится конструкция. Значит, мы сделали, первая конструкция была для колоритального рака, мы показали, что если исходность и токсичность была 12%, то после трансфекции дырных клеток нашей конструкции в циркентесте обученные МНК убивали 27%. Следующую конструкцию мы сделали для рака молочной железы. Здесь использовалось 200 эпитопов от 9 опухолицеверных дигенов. Ну и было показано, что использование ДК-конструкции достоверно стимулирует статистический иммуноответ с 25% до 45%. То есть использование ДК-конструкции, оно так же эффективно, как и использование лизатов, МРНК или отдельных пептидов. Но ДК-конструкция имеет свой плюс, что не нужен опухоль материал. Это раз. Второе. Мы знаем, что опухоль может менять свой антигеновый состав, а в ДК-конструкции у нас включены различные питопы, и при смене антигенового профиля опухоли мы, соответственно, стимулируем против всех эпитопов. Ну и все штаб работы. Мы пытались сделать ДК-конструкцию, в которую включены 300 эпитопов от 27 опухолей антигенов. Мы исходили из того, что эта конструкция может быть уникальной, так как в нее входят опухоли-антигены различных форм рака. Ну и при двух нотологиях мы проверили нашу конструкцию. Было показано, что при раке молочной железы немецкоклеточным раком у легких после обучения цикстатически возрастает с 28% до 52% при раке молочной железы и с 28% до 50% при немецкоклеточном раке легком. В принципе, наверное, эту конструкцию можно развивать, может добавлять еще, как в некоторых работах добавляют интенсивный 17-й, 12-й. Но главное, что мы показали, что возможно создание такой конструкции, она столь же эффективна, и ее можно применять при различных формах рака. Следующий фрагмент работы я хотел рассказать. Мы попытались привести клинику-лабораторную эффективность применения нашей технологии при раке молочной железы, где мы использовали в качестве антиденератора. Соответственно, были разработаны критерии включения и не включения в исследование, а также критерии исключения, которые указаны на слайде. Блодистый материал использовался от 21 пациента, 16 пациентов проводил лечение в дюантном режиме и 5 пациентов в самостоятельном режиме. Соответственно, на этом слайде представлены характеристики опухолого материала 16 пациентов, которые использовались в дюантном режиме и 5 пациентов, которые использовались в неодюантном режиме лечения. Для получения клеточного материала, мы использовали генерацию, как я уже указывал, незрелых длинных клеток, использовавшую фракцию МНК, нагружали антиденом и дозревали их инвиттеры. После этого их культивировали совместно с МНК, приступив на течение 12 пациентов, и после этого уже полученный материал консервировали, чтобы потом использовать их уже при лечении. Ну и курс лечения включал 3-4-кратное введение вакцины, клетки спаракультивировались 3 часа, разгонялись, после этого прилипшая и неприлипшая фракция, соответственно, прилипшая вводилась подкожно, неприлипшая вводилась внутривенно. Ну и, соответственно, введение проводилось в процессе химиотерапии, один раз в три недели между курсами химиотерапии или после окончания курса, один раз в неделю. Значит, на этом слайде пройдены данные иммунного анализа. Значит, мы оценивали больных до операции, потом до иммунотерапии, через 3 месяца после окончания и через 6 месяцев после окончания. CD3, наверное, не менялся, CD8 не менялся, CD4 не менялся. CD16 и CD56 не менялись. B-клетки после операции снижались, но после окончания курса терапии они восстанавливались до исходного уровня. По регуляторным D-клеткам было показано достоверно, что через 3 и 6 месяцев их количество достоверно снижается. По миелоидным и тунцитойдным дыритным клеткам было показано, что миелоидные дыритные клетки достоверно повышаются через 3 и 6 месяцев после окончания клеточной терапии. CD14+, а CDDR+, достоверно повышались, и супрессорные миелоидные пришественники CD14+, а CDDR- достоверно снижались. Ну и основной тест, который мы использовали, это использовалась линия MCF7, это аденокарсинома, она использовалась как клетки мишени для сетоксистности. Ну и было показано, что через 3 месяца после клетчатой иммунотерапии сетоксистическая активность в молекулярных клетках достоверно повышалась с 7 до 10%, через 6 месяцев она достоверно повышалась до 35%. То есть после окончания терапии через 3 и 6 месяцев и через 3 и 6 месяцев достоверно увеличивается способность клеток периферии крови убивать опухоль клетки аденокарсиномы. Ну и в данном слайде суммирные проявительные результаты по больным. Значит, это исследование все продолжается. Пока мы привели предварительные данные. В целом мы их оцениваем положительно, но с другой стороны мы считаем, что в клетчатой иммунотерапии онкозаболеваний нужно проводить в 2 этапа. 2 основных механизма развития опухоли. Это иммуносепрессивный механизм и неэффективный противопухолимонатвет. Поэтому и иммунотерапия при онкозаболеваниях должна включать двухэтапную терапию. Первый этап нужно проводить антисупрессорную, противисупрессорную клеток терапию. Второй этап – это уже иммуностимулирующая. Иммуносепрессивную это можно проводить, как сейчас разрабатывают, о чем уже много говорили, таргетную, в то же время противисупрессоров можно разрабатывать и клеточную терапию. В настоящее время показано, что можно индуцировать цитоксистские Т-клетки, которые бы специфически убивали супрессорные клетки, Т-регуляторные. Клетки, которые эксплисируют ИДО, клетки, которые эксплисируют ПДЛ-1, клетки, которые эксплисируют ФОКС-П3. В настоящее время в нашем институте этот проект инициирован. Надеюсь, когда мы его закончим, то сочетание двухэтапной иммунотерапии представляется более эффективным медным лечением. В этом году будет проходить в Австралии Всемирный Многий Конгресс. Так вот, девиз этого Конгресса иммунотерапия это использование силы иммунной системы. И заболевания, которые будут вылечены и позиционируются иммунологами, это инфекционные, онкологические, отумунные и трансплантации органов и тканей. В первую очередь имеется в виду, что не нужно лечить какой-то патологический процесс, нужно так изменить активность иммунной системы, что она сама справится с опухолью. Спасибо. Спасибо, Сергей Тальч. Есть вопросы? Ирина Александровна, пожалуйста. Спасибо огромное за ваш доклад. Наша научная группа следит за вашей научной группой, за развитием, как бы, содружестве. И такой вопрос. Вот вакцину, которую вы сейчас разрабатываете на экспериментальных моделях, когда можно ожидать и планируете ли вы клинические исследования? И возможно ли какая-то грантовая поддержка вот этого направления? Спасибо. У нас сейчас ФАНО, оно выделяет деньги на исследования различных поисковых научных исследований. Так вот, три работы по клиническим испытания лечения колоритального рака, немецкопрессия, рака легких и ракомолочный режим, они выделили бюджетные деньги на эти исследования. Другой источник сейчас в Минздраве функционирует программа клиническая апробация. До 30 июня они продлили прием заявок, здесь выделяют очень большие деньги. Первый этап они закончили принимать до 1 марта, но так как подали мало проектов, они подлили до 30 июня. Речь здесь идет о десятках, сотнях миллионов, которые выделяют на новые клинические исследования, новые технологии. И это вот второй источник, где можно получить деньги на клинические испытания. Ну и соответственно, если с 1 января все это Владимир Владимирович подпишет закон, который принял у дома, то у нас появится еще один механизм. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Будьте любезны, не могли бы уточнить, вы предлагаете двухэтапную, уже в финале вашего доклада, схему лечения. Сначала, так сказать, нивелирование процессов иммуносупрессии и затем, собственно говоря, лечение при помощи, скажем, дендритно-клидачных вакцин, нагруженных какими-либо антигенами. А вот у вас было в презентации можно было косвенно оценить динамику развития процесса, там у вас речь шла о месяцах, даже до полугода шло эффективно. Так сказать, нет ли такого опасения, что вы от иммуносупрессии потом будет эффект отдачи, когда вы перестанете их, так сказать, использовать. И вот, когда вы начнете, собственно, само клеточное лечение, вы, там будет всплеск иммуносупрессии, потому что вы закончите применять эти препараты. Или я что-то неправильно понял, я прошу прощения. Ну, в самом деле с иммуносупрессии, когда вот мы здесь, как мы планируем? Мы планируем ставить конструкции, которые включали бы ПТОП и ДО, и ПДЛ-1, и также ДД-клетки нагрузить и индуцировать соответственно светящие клетки, которые бывали бы на регуляторной клетке в основном. Естественно, что здесь нужно будет очень сильно дозировать. Аналогичные работы сейчас ведутся в Копенгардене, группа Андерсона, это центр иммунотерапии и онкозаболеваний. Они используют пептиды, и там получили и проводят линейство питания. Такие же последние у них есть, но соответственно они проводят не двухэтапную, они проводят одноэтапную. То есть они предстанавливают, что использование антител эффективно, но флимирование кветочного и убирать супрессоры будут более эффективны. И они делают одноэтапную терапию, убирают супрессоры, и тогда иммунная система начинает сама убивать. мы предстанавливаем, что мы хотим убрать супрессоры и добавить уже сформированный инвитро противопок лимон-ответ. И нам кажется, этот подход будет более эффективным. То, что супрессоры нужно осторожно делать, мы это понимаем.